И вот однажды я отцу, который лежал в постели, я его привел в состояние в слезы. Я ее кормил с ложки, он кушал, что-то не успевал проглатывать. И я помню, я раздражился, я аж так подергал ложку, что мол, ну быстрее, быстрее, мне надо гулять там или прочее. И потом взял и выпалил такую фразу. Я говорю, ну как ты, ты же верующий, почему ты лежишь вот так вот, 10 лет лежать в постели, неужели ты не верующий? Так что получается, или Бог слабый, что не может тебя поднять с постели, или ты такой грешный, что Бог не может тебя поднимать из-за твоего греха. Вы представляете, такую вот фразу сказал. Я смотрю, отец пустил слезинку другую, а потом говорит, я теперь понимаю, ты уже повзрослел с тем, чтобы тебе рассказать. Я тебе расскажу, почему так. И я помню эту историю. До глубины души она меня потрясла. Он стал мне рассказывать. Это есть следствие, это потрясение. Есть следствие того, что мы переносили. Сейчас верующие, говорит, разве тебе верующие, что тогда было? И он рассказал мне историю. Нас, говорит, везли из города Сталина, теперь это город Донецк, а раньше еще до Сталина он Юзовка назывался, это центр угольной промышленности, это Донбасс так называемый. И вот их во время войны вывозили, эвакуация была. Вы же знаете, что во время войны, что человек прежде всего вывозит? Государство. Что самое ценное, да? Поэтому вывозили станки, вывозили оборудование. Все бежало туда, на север, подальше от фронта. А кому нужны были тюремщики? Никому они не нужны были. Как их вывозить? Вывозить не стоит. Всех уничтожит это катастрофично. Но надо как-то их уничтожать хоть постепенно. И что делали? Прямо там в Юзовке, я знаю это место. Была долина. И вот многих самых больших преступников их туда вывезли. Потому что знали, что выпустить таких, это значит сделать их врагами дополнительно. Их туда вывезли, расстреляли. А потом взяли, чтобы их незнакомые, ни родственники, ни жители этого города не узнали. Их взяли, засыпали известью сухой. И полили водой. Чтобы известь, гасившись, обезображивала лица. Чтобы никого не было узнать. А другим что досталось? А эти же все слухи приходили в тюрьму и все их обсуждали. А другим вывозили уже их. Более таких, которые можно еще было куда-то их вывозить. Чтобы они там или окопы рыли, или еще что-то другое. Их отвозили. И видя, что они отцеплены, эти вагоны обливали керосином или бензином и сжигали. А то были живые факелы. И поэтому отец говорит, когда мы знали, что мы еще в тюрьме живые. Для нас это была особая милость. Мы стояли на коленях все, кто там был верующий. Мы молились Богу. Но вот и наступил и наш черед. Нас выводят, и мы думаем. Куда? Кто будет знать о нас? И нас увозили. Нас садили в вагон, и мы уже радовались, что нас не здесь расстреляли. Нас везут в этих скотных вагонах, в которых до этого вывозили скот. Где столько мочи и пота, и крови пролито, и это все испарение в эту жару идет. Где дышать нечем. Где они стоят плотно друг к другу. И для того, чтобы как-то повернуться, надо было слышать команду. И для того, чтобы в это окошечко с разбитым стеклом, небольшим этим окошечком, вдохнуть свежего воздуха, они должны были кольцом меняться с тем, чтобы хоть как-то выжить. Их везли с ними, никто не считался. В этой давке, в этом клопешнике, можно так сказать, периодически останавливался поезд, и их высыпали тех, которые стояли там мертвецами. А остальных, а остальных томили хамсой этой ржавой. Когда хамса высохнет, она еще более соленая. Дедушка еще, которого арестовали, он был пресвитером, он говорил, братья, никто не кушайте. Вам потом не дадут воды, и вы все помрете. И вот те, которые слушались этого слова, они остались живы. И я эту историю узнал от одного человека, который выжил, и который сказал, я уверовал через дедушку. Он узнал меня. Мне такая радость была, что он мог рассказать, как он умер потом. А в этот момент, когда этот, рассказавший мне, спасся, он спасся потому, что во время бомбежки вагон был опрокинут, другие вагоны какие-то целые были. И вот они стали все разбегаться, и даже верующие побежали. Говорят, Андрей Ермолаевич, бежим. Он говорит, ну как я могу бежать, здесь раненые братья мои. Он остался, их оцепивший конвой, заново вез в тюрьму, где потом они были расстреляны. А отец, а отец говорит, а нас привезли на одну станцию, нас вывели, человек 15. Комиссар подошел к вагону, открыл дверь, и вместо того, чтобы дать нам, как иногда давали нам воды, или чего-то другого, или снова этой хамсы или селедки, послышался зов. Штунда, выходи! А Штунда это были баптисты. Это их имя, данные от тех немецких колонистов, которые среди православия несли чистое учение. Вышло нас 15 человек, как не выходить? Все равно сделают перекличку, все равно вызовут, будет еще хуже. Выходим мы на станцию, маленький парк. Нас построили, и этот комиссар в кожаной тужурке с этим браунингом, длинным пистолетом, говорит, так вы, значит, отказались от участия в войне, кровопролитием называете? А то, что нашу кровь Родины проливают, это вам безразлично. Значит, вы только себя любите, и ж божьи человеки. Вот сегодня я узнаю, есть ли среди вас умные или нет. Выходи, кто все-таки возьмет оружие. Кто не выйдет, будет расстрелян. И он для острасти взял и вверх выстрелил с пистолета, чтобы смерть уже была близкой. Дрогнули, говорит, мы, но никто не вышел. Мы до этого ехали в вагонах, мы пели, мы молились, мы думали, что мы сплочены, как вот эти вот пять пальцев на руке, воедино в корнях своих. А после, говорит, что я увидел, он говорит, ну тогда, коли вы все умные, копайте себе ямы. Мы копали эти ямы, и каждый думал, ах, лопата, как бы ты помедленнее работала, как бы мы оттягивали эту смерть, потому что мы знали, ну, копать себе ямы это уже явно. Да вот и солдаты здесь стоят, вот и винтовки у них в руках. И мы копали, и как не замедляя это, а яма уже выкопана. Комиссар кричит, достаточно, собаки вас оттуда не отроют, и с метра даже не отроют. Сейчас и собакам в жизни нет. И когда они вырыли ямы, бросили в сторонку лопаты, он говорит, подойдите и посмотрите туда, там лицо вашей смерти. Подойдите, посмотрите в ямы. И мы смотрели, думали, кто узнает? Он говорит, и я думал, дети мои, да они мне, как глаза мои, как они узнают, где я был, что со мною? А может быть стоит, может быть стоит взять оружие, я же могу и не воевать, я буду сбегать с этим ружьем, но буду стрелять куда-то там выше человеку, я никого не застрелю. Разве я обижу этим Бога, я же кровь не пролью. Каждый о чем-то думал таком. И вот когда уже ямы вырыты, он снова теперь спрашивает, ну вы поняли, что я не шучу? Кто из вас умнее, выходи. Нет, через две минуты ровно вы будете там лежать засыпанными. Говорит, мы не ожидали этого. Мы стояли вот так лицом к ямам. И в этот момент, когда были сказаны эти слова, мы думали, что так же дальше и будем стоять. Но только пятеро остались стоять возле ям. Мы даже вздрогнули, посмотрев, что девять или десять человек отошло от этих ям и сказали, мы возьмем оружие в руки. Вот это переступление межи. Межа должна быть до смерти. И сегодня нам, все заповеди, которые Господь дал нам для нашего счастья духовного, мы ни в коем случае не должны порешагивать. И что вы думаете, дальше было? Комиссар заулыбался. Он понял, что он часть успеха уже поимел. Он берет и говорит тогда к этим отошедшим. Вот, вижу, что вы умнее. Так бы давно, а то в тюрьму они пошли за отказ от оружия, за то, чтобы не участвовать в войне. Вот теперь-то вы поняли, что вы все равно пришли к этому результату? Но, говорит, я же вас проверю. Вы что думаете, что вы хитрее меня? Я вас проверю. Вы, наверное, думали, что вы будете там по воробьям стрелять, а не по людям. Поэтому я вам теперь вот и проверяю. Это кто напротив вас? Вы ведь теперь друзья Родины. А это кто? А это изменник? Это враги ваши. Поэтому это то же самое, что те же, которые пришли с войной на нас. И теперь вот возьмите винтовки, вот так нажмете курок, расстреляйте этих изменников Родины. И мы думаем, ну уже этого братья наши бывшие не позволят. И что вы думаете? Тот, кто сделал первый шаг отступления, тот будет делать и второй шаг, если не будет покаяния. Они взяли эти винтовки. Отец говорит, мы оглянулись и думаем, неужели это те братья, которые с нами пели? Неужели это те братья, которые с нами молились? Мы думали, что мы одно, что мы одно. А теперь что мы видим? Мы видим, что вот когда испытание веры настоящее постигает, только теперь узнаешь, кто верующий сердцем, а кто верил только умом. И вот они подняли винтовки, мы стоим, руки сзади. Говорит, я никогда не забуду того чувства, когда моя спина разделилась, поднялась, потому что, что каждая клеточка говорила, только не в меня. Как будто бы левое плечо говорит правому, нет, только не в меня. Как будто шея говорит, нет, не в меня, пусть лучше в позвоночник, пусть туда. Когда каждая клеточка ощущает, где же сейчас войдет эта пуля. И стою и думаю, а может я ошибаюсь, может вот так отойти, как другие. С другой стороны, Господи, дай устоять, пусть никто не будет знать, пусть и дети даже не будут знать, что устоял, но пусть ты будешь знать, что устоял. Нужно было, говорит, до боли сжимать свои губы, чтобы не стонать, не плакать, не дрогнуть, не упасть на колени, показывать эту верность. И когда, говорит, мы услышали команду, пли, я, говорит, чуть ли не на цыпочки стал, думаю, куда? Оп! Звучание курков послышалось, а выстрела нет. Оказывается, комиссар был хитрее и еще более. Он дал им незаряженные винтовки и думает, ну-ка я вас проверю. Выстрела не последовало, но все стоявшие, все 15, не знали, что вышел тайный указ, в котором было сказано, проверить штундистов и тех, которые настоящие верующие, держать просто в тюрьме или по состоянию здоровья отпустить домой, а тех, которые ни вашим, ни нашим, тех расстрелять. И он таким образом проверял. Видите, как коварен враг. Он коварен точно то, как Ахау вот теперь подошел, говорит, да дай-ка я сделаю овощной сад. Дьявол хочет сделать овощной сад из церкви. Он хочет, чтобы мы передвигали эти межи и были неузнаваемые пред Богом. А Господь хочет, чтобы Он, когда позвал нас, чтобы мы услышали воскресшего так, как услышала Мария. Она не просто сказала Рави, но она сказала Рауни. Это такое блаженно, умилотворенное слово, обласкавшее учителя воскресшую, потому что она услышала зов пастыря, того, кто ее пас. Отец говорит, мы закапывали теперь этих отступивших, потому что они упали на колени, винтовки бросили, говорят, братья, простите нам такую измену. Мы говорим, пусть вам Бог простит. Мы вам прощаем, только бы Бог вам простил. Они знали, что, конечно, теперь они помилованы не будут, потому что комиссар все стоял и смеялся, и говорил, ха-ха, вы теперь никому не нужны, ни Богу, ни дьяволу, ни вашей церкви, ни стране. Вы самые низкие люди, расстрелять их. И подошедшие солдаты, зарядив патроны, расстреляли. Отец и еще четверо закапывали их. И вот он говорит, теперь понял ты, почему я лежу? Страдать можно не только за грехи, страдать можно и нося раны Христовые. Страдать можно и тогда, когда ты отстаиваешь истину до смерти. Отстаиваем ли мы истину до смерти, друзья? Или смотрим на кого-то другого и думаем, он так делает? Ладно, и мне, значит, можно. Да тот погибает, и ты хочешь погибели? Нет? Иди вперед. Только взирай на Господа. Только так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует...